5 тысяч детей каждый месяц посещают филиалы оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» в Видном и Развилке. Но, как выясняется, желающих заниматься плаванием в Ленинском округе намного больше. Выходом из ситуации стало бы строительство большого 50-метрового бассейна. Стоит очередь, и тебе стыдно становится, и через портал записывается, и так. И по 40 человек, это невозможно в воду. Ты говоришь, больше 30 не беру. И начинаются жалобы людей, они тебя просят, умоляют. Вы даже не представляете, что это такое. Сейчас, в период каникулы, двукратного чемпиона мира и Олимпийских игр Евгения Рылова, есть много времени на тренировки. Но, по словам его наставника Андрея Шишина, для более эффективной подготовки к соревнованиям необходимы 50-метровые дорожки. В короткой воде 15 метров под водой, 7 метров на воде, потом вход в поворот. Это совсем другое плавание. После этого выходишь на длинную воду, там совсем другой ритм, другая структура. И в этом бассейне тренироваться к Олимпиаде или к миру, где официальные старты Фина проходят в длинной воде, невозможно. Согласен с тренером и пловец, из-за отсутствия 50-метрового бассейна им приходится чуть ли не треть года проводить вдали от дома, на спортивных сборах. Появление длинной воды в округе помогло бы решить массу проблем. Это будет намного удобнее лично мне, потому что мне не надо будет ездить на сборах, сидеть. У меня будут все условия заниматься просто элементарно дома. А дома заниматься, ну, по крайней мере, психологически легче, потому что есть какая-то разгрузка в плане родителей, семьи, девушки, котов. Ежегодно по 200-250 воспитанников центра «Дельфин» получают спортивные разряды. И чтобы продолжать свой профессиональный рост, им также необходим большой бассейн. К тому же он позволит и зарабатывать, и экономить немалые деньги. Это же не просто Женя Рылов, вот в этом маленьком бассейне, и все, чемпион. Да, он здесь тренировался, но мы каждый раз отправляли ребят на сборы. И Женю, и Босягина, и Подгузова. И платили 250-300 тысяч за две недели. Это огромные деньги. Необходимость строительства в округе 50-метрового бассейна очевидна, но пока это только планы. Впрочем, коллектив уверен, что однажды их возможности по воспитанию новых чемпионов станут шире. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.